Здравия всем! Вы на канале Марка или Лена Диригетти. Мы продолжаем с вами гулять по старому городу Бергамо. Я попробовала кимоно, но на мне, конечно, как на осли. Или нет, на ослице. Что-то я сама себя в мушку и пол записала. Я не заметила, сперва прошла. Какие-то картиночки здесь висят интересные. Вот. Марка, ну как вот он говорит, мне не нравится. И я с ним соглашусь, потому что я как бесформленная... Как бесформленная дама стала. Не всё идёт мне. Хотя вот, когда я прихожу, допустим, с магазинов, сделала покупки. Смотрите, здесь вот позбивали. Позбивали фрески. И он говорит, ты чё не оденешь, тебе всё хорошо. Тебе всё идёт. А я в магазине полдня проторчала. В одном, чтобы что-то купить. Да, и в другой зашла полдня проторчала, чтобы... К нему же вещь какую-то купить. Поэтому это всё-таки труд. Вот у меня Аленочка с Италией вещи продаёт. Она всё подбирает. И, в общем-то, у неё своя там группа. Сейчас смотрю, она что-то прислала. И мы с ней собираемся ехать в морское путешествие. Я уже там кое-что заказала у неё. Но неважно. Что-то я про город-то забываю. Что мы в таком шикарном городе. Вот такие вот стены здесь. А здесь всё оштукатурено. Но старые проёмы окон, круглые, они, конечно, оставили. И я вот иду и думаю, я пить хочу. А здесь была раньше. Возможно, Мадонна, возможно, ещё кто-то, да? Какой-нибудь святой, который защищает этот город. Но не сохранилось. Не сохранилось. Сейчас я Марку скажу, чтобы он магазинчик поискал, где можно попить, взять. Потому что присесть сейчас, когда мы только подъехали, ну нет, надо же идти. Друзья, вот садовники. Видите, как работают? Там вон цветы, наверное, пластиковые. Ой, вот какая колокольня, друзья. А у меня не закручена здесь. И раз она и упала. А может быть, уже палка сносилась. Надо другую уже врать. И часы. Около пяти часов. Значит, без пятнадцати. Друзья, а стрелки какие? Ажурные. Аньки-йор? Победы? Чи сидя? Муж уже такой говорит, что я хочу смотреть, вот где вай-фай. Народ там присел. Он хочет пива. Давай присядем. А я пива не хочу. Я потом буду с него пьяненькая. Паноше, если они здесь делают. Или просто кока-колу. Четыре минуты только. Попросила же его поснимать, говорю. И потом, не выключай, а просто останови. Нет, остановил. Паноше? Вот. Алёра, ми фай паноше? Паноше? Я вот пройдусь к тому фонтанчику. Посмотрю. Вот она. Машинка, которая садовника. Видите, как она? Все оборудовано здесь. И даже щепа у них есть. Видите, они такие сделали постаменты. Вот этот кусточек у меня дома растет. Их было три. Ну, нифига. Двое умерло. Ну, они со временем, конечно. Может быть, их как-то подкармливать надо. Это эти растения. Надо посмотреть в интернете. Один прям что-то совсем плохенький стоит. Опять же, вот, видите, это полиция. То есть уборщики. Уборщики раз. И вот такая машинка уборочная 2. А вот представляете, что здесь вот такие вот. Я сперва хотела другие одеть ботинки. Смотрите. Забыл, как их называют. Подождите, сейчас вспомню. Макосины, хотела сказать, кимоно. Макосины хотела одеть. И Марка говорит, одень кроссовки. У тебя они держат стопу. Не в нашем возрасте сейчас. Красоваться в макосинах. Подошва тонкая. Там все. Есть в старом городе. Сама знаешь, какое покрытие. У тебя потом будут ножки болеть. Я говорю, да. Видите, как у меня муж заботливый. Беспокоится обо мне. Что-то какое-то современное. Вижу зеркало. Вернее, оно не зеркало. Она какая-то зеркальная. Вон она я. Вам машу рукой. А, вот такая бусина. Вот такая бусина. И она обгажена голубями, друзья. И мухами. Наверное, не думали, когда ставили, что все будет чистенько и красивенько. Оказалось, что она издалиток смотрится симпатично. Ну, вот мы с вами смотрим вот такие строения вот с такими несущими, да, как их назвать, юбочками клюш, которая поддерживает все это. А, и вот это уже штукатуренное. Хотя, не могу сказать, что оно прям новое. Но, может быть, как-то оно поновей. И вот то тоже оно, смотрите, штукатурку не сохранили. Не сохранили. Опьяца Лоренца называется это. Ну, вот как-то так пошла это уже пить, потому что жарко же на улице. Мы же потеем. То есть надо воды, конечно, попить. Ну, что-то как-то в воду покупать не очень хочется. Ну, я имею в виду, да, вот если бы в магазин зашли, наверное, воды бы купили и все. А раз уж присели где-то, то нужно что-то пить другое. Я так посмотрела, это не фонтан в том плане, в котором мы с вами привыкли. Вы видели, с той стороны есть кранчик, но он почему-то внизу. А что в него набиралось? То есть это, наверное, колодец. Потому что, видите, он сверху закрыт металлом. 10-13 век, друзья. Вот какие были фонтанчики в 13 веке. Ну, вот как-то так. А это что? Для рук? Ну, то есть вот так раз и поднять. А здесь нету. Иначе только для одной руки. А здесь только, вот видите, кто-то нарисовал. Ну, то, что вот кто-то внизу писал, кому-то надо. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пахнет вот этим жасмином, который я тоже хочу у себя на балконе. И вот эти, конечно, часы шикарные. Кстати, вот герб я не увидела. Мне солнце же светило. Я на солнце стояла. Герб с двумя драконами. С двумя драконами. За гербом. А внутри есть два льва с крыльями и две, два человечка с змеиным телом. О, боже мой! Да? Так бы вот сказать. И ещё внизу что-то. Какая-то лепнина. Но там уже не видно мне за металлической решёткой. Но что-то красивое. Непонятно, что. Но красивое. Да? Если вот так. Нет. Не могу разобрать, друзья. Кто-то, может, разберёт, друзья. Вот так вот поближе. Да? Видно? Не знаю. Что-то такое. Давайте ещё здесь. пройдусь. Видите, да? Вроде как два человека. Две фигуры человеческие. У них змеиная конечность. Два льва с крыльями. И сверху нет. Не знаю, дракона это или кто. Ой, подождите. Где? 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 А, это уже часы пошли. Ну, где-то здесь. Короче, всё. Всем пока. И счастья, здоровья крепкого, долгих лет жизни. Всем пока.